Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о программе, с которой вы сегодня к нам пришли. Программа называется «Цифровое управление объектов капитального строительства». И по этой программе мы будем учить выпускников вузов, которые уже закончили бакалавриат, инструментом цифрового управления. А специальности какие могут к вам подойти? Вообще мы готовы принимать всех, кто обладает необходимыми компетенциями, кто желает, кто подходит нам по профилю. Но в основном мы нацелены на два направления. Это либо строители, либо те, кто с IT-направления пришел. Скажите, пожалуйста, а в чем уникальность вашей программы? Потому что таких программ, по-моему, ни одна, ни две даже. И причем в нашем вузе. Да, и даже в вузе. И надо сказать, что в принципе программ магистратуры, их довольно много строительных. У нас же уникальность, она в междисциплинарности. Причем мы говорим, что мы привлекаем и айтишников, и строителей. То есть здесь, получается, айтишники, они, придя на эту программу, они могут получить детальное представление погружения в строительную отрасль. Получив весь вот этот багаж знаний, с помощью которого они потом, как айти-специалисты, могут гораздо лучше разбираться в том, что они потом будут делать. А с другой стороны, строители, они получают цифровые навыки, цифровые компетенции, с помощью которых они потом смогут успешно в этой сфере автоматизировать и продвигать. А кем у нас выйдут студенты по профессии? Кем смогут работать и какая примерная вилка заработной платы? Ну, смотрите, вообще нужно понимать, что магистр, магистр, как бы не бакалавр уже. Конечно. И уже, в принципе, те, кто заканчивают магистратуру, у них, в принципе, где-то плюс 20% заработной платы. Специалисты такого направления, они сейчас востребованы в строительстве, в принципе, потому что, я не знаю, вы знаете, нет, но масштабная программа цифровизации, она, в общем, по всей стране идет. Это да. И Мишустин говорил об этом очень много, и даже вот на последней выставке «Россия». И поэтому спрос на тех, кто имеет, в принципе, компетенции цифровые в строительстве, он просто большой, огромный, я даже сказал. Поэтому, говоря так вот, в общем, ты, в принципе, можешь пойти на любую строительную специальность, где нужны, потому что крайний, огромнейший дефицит тех, кто понимает в цифре. Если бить уже более предметно, что ты не просто хочешь работать с информационными моделями в строительстве, то это, конечно, эксплуатирующая компания. Потому что вот этап эксплуатации, если вот смотреть весь этап жизненного цикла зданий, все этапы, вот проектирование, вот только строительство, и вот только это эксплуатация, самый большой. А он крайне плохо автоматизирован, на самом деле. И на это запрос довольно большой, потому что там вариантов, сколько бизнес может выиграть от автоматизации, очень много. Поэтому, да, такие специалисты, они востребованы на рынке. И поэтому, говоря о зарплатах, ну вот, так скажем, обычно те, кто занимаются информационным моделированием, называются тим-менеджеры, тим-менеджеры. Вот там зарплата начинается примерно от 120. В нашем регионе не мониторили цены примерно по… Ну вот, я, собственно, говорю, вилка зарплата… Это про наш регион, мы говорим. Да, ну, как бы вот буквально там месяц-два назад висели вакансии на HeadHunter по 150. То есть я говорю, что вилка, она вот от 120 туда дальше, бим-менеджер. Но надо понимать, что помимо вот менеджерских, тим-менеджерских, есть просто специалист по эксплуатации, специалист по САПРа, по цифровым направлениям. Там, может быть, там от 100, ну, меньше 80 я, в принципе, не видел вакансии в этом направлении. То есть это все тоже ваша история, это все тоже после магистратуры мы можем работать? Да, конечно. Замечательно. Почему вы занялись разработкой данной программы? Вот, собственно, основная причина – это огромный спрос. Просто много лет все твердят об одном и том же. Мы понимаем, сколько нужно специалистов в этом направлении строительной отрасли, в Иркутске. И даже если мы начнем их по 50 в год выпускать, нам их не хватит и через 10 лет. Понимаете? Просто спрос огромный. А поскольку правительство поддерживает, вот переход на цифру, у нас в институте программы «Приоритет 2030», «Диджитал IT». Вот это вот, все вот эти программы, они нацелены на то, чтобы готовить специалистов в приближенных к IT-отрасли, в том числе строительства. Скажите, а какими, наверное, давайте так, навыками должен обладать бакалавр, чтобы освоить данную магистерскую программу? Ну, если он освоил свою программу бакалавриата, то он может освоить и нашу программу. Просто надо понимать, что вот у нас есть два трека. У нас в программе очень хорошая есть особенность, что у нас два трека. Один для айтишников, а другой для строителей. И поэтому условный строитель, ему сам Бог велел идти в IT, доучиваться. Но если он не очень уверен, он говорит, ну ладно, хорошо, я вот как строитель, я пойду расширять свои знания в области строительства. То есть можно выбрать трек самостоятельно? Да, можно выбрать трек самостоятельно. Мы все-таки рекомендуем, вот есть два трека, они опираются на предыдущую историю, предыдущие компетенции. И вот лучше все-таки, скажем, углублять свои знания, чтобы не дублировать. Потому что мы понимаем, что человек, который придет со строительства против учиться в IT, предполагается, что он уже много знает и обладает большим количеством IT-компетенций, ему будет там тяжело. И на других парах ему, наоборот, будет скучно, потому что он это все освоил на бакалавриате. На IT будут давать какой-то балка, стена, чтобы он колонну от окна мог отличить. Все-таки строитель это такая очного формата профессия. Все, что касается IT, это удаленка чаще всего. Как здесь? Здесь можно будет работать удаленно, либо это в зависимости от вакансии? Конечно, это зависит от вакансии. Потому что надо понимать, что разные профессии вот в этой сфере, они связаны. Если ты просто общаешься с людьми, условно, да, ты можешь пообщаться и удаленно. Если ты пишешь приложение, разрабатываешь приложение, да, ты можешь удаленно. Но ведь здесь много работы с датчиками, здесь много работы с чем-то реальным. То есть чаще всего они работают в поле, так сказать. Плюс эксплуатация, она вся очень сильно привязана. Но здесь как раз мы же и в рамках вот этой программы мы учим в том числе разрабатывать вот эти самые цифровые двойники, чтобы удаленки стало побольше, чтобы ты мог датчики проверять не ногами, шагая 100 километров, а сидя из уютного офиса, попивая тыквенелата. Да-да-да, именно так. Смотрите, раньше было, наверное, лет 10 назад история об оптимизации. Сегодня мы все оцифровываем. Почему так происходит? Как вам кажется? Ну вот смотрите, ключевым понятием во всей этой истории у нас в стройке является цифровой двойник. По сути это что такое? Это вот у нас есть реальный объект, а есть его цифровая копия, куда занесены его геометрия, какие-то атрибуты, какие-то функциональные взаимодействия. И все это вот оно создает такую цифровую инфраструктуру для того, чтобы потом процессы, которые раньше управлялись вручную людьми, можно было как-то улучшить, автоматизировать, убрать фактор человека там, где это можно сделать. И поэтому цифровизация, она в общем-то в этом и заключается, в том, чтобы как можно больше процессов перевести в машиночитаемый вид, чтобы ускорить. Вопрос все на самом деле простой. Мы либо исправляем ошибки, либо ускоряем принятие решений. Бизнесу всегда нужен скорость, 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 что я раньше здесь совершал ошибки, теперь не буду. Ну смотрите, здесь тоже есть такая, есть риск того, что либо человек может, как говорится, накосячить, а здесь может машина сломаться. Как этого избежать? Либо уже есть такие очень интересные системы, которые этого все минимизируют, все эти риски. Об этом, конечно, в частности мы и говорим, как мы учим студентов, о том, что система должна обладать достаточной степенью надежности. Конечно. Отказоустойчивостью она должна обладать. Поэтому и при разработке решений, IT-решений, в том числе должны приниматься меры, которые позволят в случае чего перевести систему в режим ручного управления. Это, конечно, а вот здесь, кстати, хороший очень момент, что не зная специфику, ты, будучи просто IT-специалистом, никогда не поймешь, что вот здесь может возникнуть ошибка, и эта ошибка приведет вот к таким последствиям. Когда ты знаешь внутрянку, когда ты знаешь, как работает оборудование, что оно действительно делает, и людей, которые с ним будут взаимодействовать, что человек может запятую в данных не внести, и с маленькой буквы написать, и из этого у тебя полетит вся логика работы. То есть поэтому и нужно, чтобы тот, кто работает в этом направлении, он предметную область знал вот прям прекрасно. И такие специалисты очень нужны, их очень мало, на самом деле. Работодатели. То есть в рамках данной программы у нас есть какие-то работодатели, которые готовы выдавать кейсы для работы, кто готов тестить все эти решения, кто готов тратить деньги и не понимая еще, будет польза или все-таки будет ошибка. Такие работодатели есть. Сразу что? Готов тратить деньги, не понимая, будет польза или нет. Для этого и нужен специалист, который будет объяснять. То есть просто так тратить деньги непонятно на что, никто не согласен. Ты прийди, пожалуйста, и обоснуй, что ты это знаешь, что ты можешь доказать, что твое предложение, твое приложение, оно хоть какую-то выгоду даст. Почему и нужно знать предметную область. Работодатели такие вот, мы плотно взаимодействуем, например, с администрацией города Иркутска, с Иркутской нефтяной компанией контакты, есть контакты с эксплуатирующими организациями, с водоканалом. Все эти компании, они хотят какие-то решения, которые бы облегчили жизнь, процесс эксплуатации, уменьшили человеческий фактор и привели к прибыли, наверное, минимизации потерь. В рамках образовательной программы студентов учат показывать свою позицию, рассказывать, что вот действительно это действительно необходимо, обосновывать необходимость данного решения, потому что ты можешь быть уникальным разработчиком и никаким продажником, ну либо наоборот, ты можешь продать, а там по факту-то и продавать было нечего. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было больше, но мы понимаем, что программа, она все равно осуждена. Но у нас есть вот этот вот организационно-экономический блок, где менеджерские навыки, они будут показываться. Потому что мы понимаем, что вот то, что в IT называется обычно продакт-менеджером, человек, который умеет связать заказчика, разработчика, это, безусловно, все в программе есть. Мы понимаем, что тот человек, который понимает специфику одного и второго, он и является вот этим важным связующим клеем в бизнесе, который позволит этим людям помочь коммуникацию наладить качественно. Поэтому вот, да. Если коротко о вашей программе, то это что? Какой интересный вопрос. Других не держу. Но здесь надо подумать. Попробуйте тезисно. Вот, я не знаю, рассказывая своей бабушке о данной программе, что бы вы сказали, что ей захотелось бы, наверное, отдавай-ка я, внучек, отучусь. Ну, наверное, первое я бы сказал, что это программа на стыке двух специальностей, которая берет лучшее от обеих. Это программа, которая учит специалистов будущего, специалистов, которые будут определять экономику отрасли через три года, через пять, через десять лет. Отлично. Спасибо огромное. Я надеюсь, что ребята придут, будут участвовать, и посмотрим, какие интересные проекты у нас получатся. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok